Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Уникальная площадка для тех, кто хочет начать вести свой собственный бизнес в новом налоговом статусе. В Черкесске прошла первая конференция для самозанятых Карачаево-Черкесии. Вместе уже 63 года. Читу Кономатовых, живущих столько лет в счастливом браке, пришли поздравить представители ЗАГСа республики. Им вручили поздравительное письмо и подарки. Танцевальный детский коллектив «Редада» занял первое место в танцевальном проекте «Битва чемпионов», которая проходила в Краснодаре. Такие хрупкие и нежные создавали такие грациозные номера. Около 400 юных гимнасток собрались во дворце спорта «Юбилейный» на первенстве Карачаева-Черкесии. Сегодня в Москве глава Республики Рашид Темрезов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече также присутствовали спикер парламента Александр Иванов, сенатор Ахмад Салпагаров и Крым Казаноков. В начале Рашид Темрезов отметил стабилизацию эпидситуации в регионе и выразил славу благодарности за поддержку жителей региона в период пандемии. На встрече обсудили также вопросы экономики, реализации инвестпроектов в промышленности, туризме, сельском хозяйстве. Было отмечено, что в республике значительно увеличился турпоток, курорты региона становятся популярными. Еще одной темой стали законодательные инициативы регионального парламента и сенаторов от Карачаева-Черкесии в Совете Федерации. Глава Рашид Темрезов выразил благодарность Валентине Матвиенко за внимание к нашей республике, за ее постоянную значимую поддержку инициатив и планов по дальнейшему социально-экономическому развитию республики и улучшению качества жизни людей, в том числе и в рамках подготовки к столетию Карачаева-Черкесии. Как начать свое дело в новом налоговом статусе? Сегодня в Черкесии прошла первая конференция для самозанятых Карачаева-Черкесии. Данная встреча позволила тем, кто начинает собственный бизнес, поближе познакомиться с практическими вопросами применения специального налогового режима. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это уникальная площадка для тех, кто ведет собственное дело. На встрече представители различных министерств и эксперты подробно рассказали о новом специальном налоговом режиме. Для самозанятых и новых возможностях. Самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход. Но при этом ему не нужно дополнительно отчислять подоходные или налог на прибыль. Конференцию мы решили организовать в первую очередь для того, чтобы объяснить всем гражданам и всем тем, кто хочет вести свое дело, но не решается зарегистрировать себя как юридическое лицо, рассказать о всех преимуществах, о всех, возможно, даже недостатках этого специального налогового режима. На сегодняшний день количество самозанятых по стране растет. На сегодняшний день более двух миллионов уже зарегистрированных. В ходе встречи министр экономического развития Карачаева Черкесии Алина Кохов подробно рассказал о преимуществах быть самозанятым и на какую поддержку от государства они могут рассчитывать. Режим самозанятых был введен, придуман, скажем так, для того, чтобы официально и те же кредитные организации могли предоставлять средства, дешевые, длинные средства для того, чтобы человек мог заниматься своей деятельностью. То есть это такой некий режим, который дает возможность человеку понять, предприниматель он или не предприниматель. В свою очередь представители налоговой службы подробно разъяснили, как нужно зарегистрироваться в качестве самозанятых и какие документы необходимы. Для того, чтобы стать самозанятым, вам нужен просто телефон с мобильным интернетом и с фотокамерой. То есть вы можете, сидя дома, зарегистрироваться, имея при себе паспорт, сфотографировать паспорт и свое лицо и пройти всю процедуру регистрации. Минимальные ставки налога тоже беспрецедентны. Это 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. При этом отсутствует абсолютно необходимость уплаты страховых взносов. Для нас это возможность развить свое собственное дело. Получить необходимую информацию отметили участники конференции. Очень много информации дается и в принципе то, что свое дело открывать, это уже само как звучит, это уже как бы устрашает. А тут очень много информации, потому что не только в КЧР можно продавать свои продукции и жить на этом, нехорошо жить. Но и по всей России и, по-видимому, по всему миру. Вот это мне очень нравится. Также в рамках конференции будет проходить розыгрыш призов по итогам конкурса «Самозанятые Карачаева Черкесии», который проходил в течение двух месяцев. Али Халеб Шоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 тысяч 664 человек. Из них 18 тысяч 706 выздоровели, 126 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура ночи минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днем плюс 8, плюс 13. И в горах местами до плюс 6. Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. И днем порывы до 11-14. Температура ночи 0, плюс 2. Днем 9-11 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого И непробиваемого Человека-каменную стену Человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, Банк! Легко ПСБ. Банк сильных людей Имя Хамида Абуловича Канаматова широко известное жителям республики. 97-летний воин-фронтовик, капитан запаса, всю свою жизнь служит родной земле. Но мало кто знает, что он уже 63 года проживает в счастливом браке со своей супругой Розой Исмаиловной. Руководство республиканского ЗАГСа не оставило эту дату незамеченной. Гости побывали в доме Читы Канаматовых. Подробности у шерифа Тлипшоковой. Семья Канаматовых уже привыкла к гостям. Они здесь бывают часто. Хамид Абулович – человек, которым гордится вся республика. Славный воин, он пример мужества и доблести. Многие знают, в 41-м Хамид Канаматов приписал себе год и отправился на войну. На Калининском фронте начался его боевой путь. Юноша обеспечивал бесперебойную связь, командовал рутой. Бесстрашный командир окончил войну в звании капитана. Хамид Абулович не признается, что его сердце все же дрогнуло один раз, когда он увидел в Чемкенте свою будущую супругу. Подойти к ней он не решился. Через год по возвращении с депортации отыскал девушку и послал сватов. Так в 58-м году появилась эта уникальная семья. В секре счастливой супружеской жизни Хамид Канаматов видит в терпении, умении не зацикливаться на недостатках, а главное – во взаимоуважении. Женщина святая, у нас говорят, у старики, 9 месяцев утром носит, 10 месяцев соску дает. Если один раз удовлетворяешь просьбу отца, 99 раз угождай своей матери. Мать главная, вот это главный воспитатель детей, молодая жена. Это должен любой мужчина, составляющий молодую семью, должен понять, должен уважительно относиться к своей второй половине. С 63-летним Читу поздравила руководитель Республиканского ЗАГСа Елизавета Семенова. Она сказала о том, как непросто через годы пронести любовь и уважение друг к другу, сберечь тепло домашнего очка. Союз Канаматовых вызывает чувство восхищения и уважения, заслуживает широкого общественного внимания. Она вручила юбилярам поздравительное письмо и подарки. Люди, прожившие столько лет в браке, сохранившие семью, сохранившие основные ценности, которые необходимо помнить и чтить в семье, я думаю, что будут интересны не только нам, но и молодежи, которая сейчас подрастает. В семье Канаматовых двое детей и трое внуков. 86-летняя бабушка Роза Исмаиловна по праву гордится ими. Педагог по образованию, а на 25 лет проработала в школе-интернат Черкеска. Война в ее жизни также оставила тяжелый след. Отец Исмаил Глоуф работал судьей. В годы войны ушел в местный партизанский отряд. Немцы арестовали его отца и грозили расправиться, если сын коммунист не выйдет к ним. Исмаил пришел и был расстрелян. Отец отпущен на свободу. По сей день Роза Исмаиловна хранит медаль, присвоенную посмертно ее отцу. Проживя непростую жизнь, Канаматовы сохранили в душе свет и по-прежнему дарят тепло людям. Их долгий семейный союз образит взаимопонимание, терпение и любви. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Танцевальный коллектив «Редада» занял первое место в танцевальном проекте «Битва чемпионов», проходившем в Краснодаре. Мероприятие проходит в рамках телешоу «Звездный танцпол». Детский хореографический народный ансамбль «Редада», куда входят и ребята студии танца «Черкеска» под руководством Азамата Тания, занял первое место сразу в двух номинациях. Кавказский стилизованный танец до 12 лет и кавказский народный танец до 12 лет. Теперь танцевальный коллектив представит Карачаево-Черкесию в финале конкурса, который состоится 3 мая в Волгограде. Напомню, что ранее хореографический народный ансамбль «Редада» и студия танца из Карачаева-Черкесии завоевали гран-при и первое место на пятой международной олимпиаде искусств, таланты Евразии. Демонстрация гибкости, грации и красоты – это все можно было увидеть на соревнованиях по художественной гимнастике. Они состоялись во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска». Первенство Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике собрало около 400 спортсменов. Настроение гимнасток и настрой судей, а также что нужно для победы на соревнованиях узнавала Альбина Ламкова. Изящные музыкальные представления по художественной гимнастике юных спортсменок проходят ярко. Многие из них совсем еще маленькие. Не верится, что такие хрупкие и нежные создавали такие грациозные номера. Природный талант важен, но и трудолюбие играет немалую роль. Результат от выступления каждой гимнастки складывается из двух важных компонентов. Конечно же, первый и основной – это само выступление, танец. Второй – это внешний вид спортсменки – костюм, макияж и прическа. Перед выступлением легкое волнение, но об этом спортсменки не думают. Одни уже выступают, другие отрабатывают элементы перед выходом. И все же, как достичь высоких результатов в художественной гимнастике? Мы упорно тренируемся и стараемся с каждыми соревнованиями сделать успех. Нужно очень много тренироваться, много терпения нужно иметь. Гимнасток из станицы Зеленчукской выступление позади. Теперь они наблюдают за своими конкурентками. Мы выступили, надеемся на победу, потому что мы долго тренировались, готовились к этим соревнованиям. Настя Жинкина приехала из Усть-Джигуты. Сегодня она участвует в показательных выступлениях. В будущем мечтает стать лучшей в художественной гимнастике. И у нее все впереди. Мне нравится этот спорт, потому что он очень красивый. И я еще ни разу не занимала первое место. Каждая из участниц старалась показать лучший результат. Будь то личное многоборье, либо групповые упражнения. Гимнастки использовали мячи, ленты, обручи и булавы. Мастерство оценивали независимые судьи. В групповых упражнениях выступили 14 команд по программе кандидатов мастера спорта. На соревнованиях спортсмены, набравшие нужную сумму баллов поединой всероссийской классификации в художественной гимнастике, смогли выполнить норматив кандидатов мастера спорта. Это звание будет присвоено, если этот же результат подтвердят на всероссийских соревнованиях. К сожалению, у нас в республике еще команда мы не доросли. На следующий год думаем, что уже гимнастки 2006 года перейдут в разряд мастеров спорта. И у нас уже будет и своя команда в групповом упражнении. Хотелось бы еще отметить, что наше мероприятие проходит на новом ковре гимнастическом, профессиональном, который нам подарила организация «Паурус Гидро» Карачево-Черкесский филиал. И большое спасибо директору. Блестящее организованное соревнование, прекрасно украшен зал. И такая атмосфера дружеская, взаимопонимание, взаимоотношения отличает Карачаево-Черкесский гимнасток и тренеров. Уровень художественной гимнастики в республике растет с каждым днем, отметили на мероприятии. На соревнованиях по художественной гимнастике были и красивые костюмы, и темпераментная музыка, и безукоризненное техническое исполнение участниц. Высокий уровень мастерства отметили на церемонии награждения. Победителям и призерам вручили кубки и медали. Альбина Ламкова-Лебастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Таким был вторник. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Теория вероятности». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»